Ждет нашу экономику российскую, конечно, ну вот как там было написано, экономический писец. Даже не часть 1, а это все уже непоправимый, неповоротный писец. Причем он вызван еще раз исключительными действиями одного человека, на мой взгляд. Это руководителя штаба по борьбе с коронавирусом товарища Собянина. Я не знаю, к чьим советам он прислушивался, с чем он думал, когда все это делал. И я не знаю, даже знать не хочу, но те, скажем так, цифры по заболевшим, я уже не говорю про умершим, даже если не брать внимание всю ту специфику тестов, которые сейчас известны, специфика заболевания самого, но они просто не могут в принципе оправдать тот экономический урон, который был нанесен в стране. Причем у нас же резко вырастет в ближайшее время смертность. Из-за того, что люди, которые должны были получить своевременную медицинскую помощь, те же люди с хроническими заболеваниями, они в силу, во-первых, реформы медицинской системы, и в силу того, что все было перепрофилировано под борьбу с этой чумкой, а теперь все стоит пустое, они не смогли получить своевременную медицинскую помощь. Так что смертность у нас вырастет. Британцы, например, те же прогнозируют уже, что в следующем году у них дополнительно где-то 80 тысяч человек умрет от рака, потому что люди не смогли в уровне быть диагностированы, либо получить плановую медицинскую помощь. Поэтому шведы, на мой взгляд, были абсолютно правы, когда они отказывались вводить какой-либо карантин, говоря о том, что от экономических невзгод и от того, что не будет вовремя оказываться медицинская помощь, смертность превзойдет и вырастет значительно больше, чем мы, возможно, сохраним жизни непонятно от чего. Потому что, еще раз, с смертностью, которая составляет уже даже десятые доли процента, говорить о какой-то эпидемии, ну просто глупо, когда у нас в той же стране свирепствует как минимум с 14-го года эпидемия, как они называют, вне больничной пневмонии. И то, что сейчас происходит в Дагестане, там проходила информация, что, по-моему, только 15-20% пациентов, которые лежат госпитализированы с небольничной пневмонией, являются носителями какого-то коронавируса. Потому что, еще раз, выделить китайскую чумку от остальных четырех коронавирусов невозможно в данной ситуации. Нет таких тестов. Нужно только использовать электронный микроскоп и смотреть, есть он там или нет. Поскольку модельки есть и как он выглядит тоже уже все видели в электронный микроскоп. А то, что происходит с легкими, клиническая картина, ну вы меня извините, томограф вам покажет, что с легкими что-то не так. Но это пневмония может быть такая, а не коронавирус. Ну ладно, достаточно уже об этом. По-моему, лично мне вот с этим все ясно. Теперь мне просто любопытно, а кто, собственно говоря, понесет наказание и как изменится мировая картина, картина мира в результате этой эпидемии. Потому что, ну, кто-то за это должен ответить, за ту, скажем, тот информационный террор, который устроили население планеты, не только жителям России. Ну, кто-то должен будет оказаться повешенным на столбах. Причем, я думаю, что большое количество столбов будет занято. К этому все идет, по большому счету. На самом деле, это очень хорошо, что произошло. Только не надо сразу, кто-то умер, кто-то умер. Ну, у нас люди умирают от многих причин. И, скажем так, если вы просто посмотрите на статистику смертности в мире, скажем, в день, вы обнаружите, что вот эта страшная чумка, она находится в такой жопе, где-то там внизу, что ее надо поискать. Еще раз, это через 4 месяца после официального начала распространения чумы 21 века по земному шару. До сих пор умирают смешно мало людей, меньше, чем от гриппа. Грипп уносит значительно больше эпидемии гриппа в мире. Ладно, закончили с этой темой, уже я самому доел объяснять. Понимаете, те, кто хотел понять, он понял, он без меня бы все понял. А те, кто не в состоянии, ну, ребят, вам плохо платить всегда, платите дальше. Только не надо говорить, что кто-то там виноват, что рубль пошел не туда. Он как раз идет туда, куда надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова